тира стопы и сюда покажемся и я здесь не могу раньше 11 часов проснуться вообще в целом и заснуть соответственно ну иди ко мне уход какой ход у меня разный раз на умывалке нужно подбирать мне кажется специально под ваш тип кожи что за рубашку у вас позже я выложу бренд одежды ты моя знакомая катя отшивают очень классные рубашки кстати про них очень много вопросов был разных цветов себе забрала я увидела не эту красоту меня кстати кто не давно знает в курсе что моя любовь прям это клетчатые рубашки очень сильно люблю разные клетки разного цвета там очень нравится брови чуть светлее было бы лучше да согласна кстати наконец-то скоро пойду перебивать свою любимую таню будет делать не светлые брови сначала все это нужно сводить конечно представляете вот я уши проколола сколько уже времени назад не все еще болят девочки что прежде чем прокалывать сто раз подумайте вот реально вроде сегодня был другой маникюр оставляла нет у меня был такой коричневый уродский реально очень русский маникюр кошмар завтрак переделать скажи что думаешь по поводу про проекте дома сейчас мне кажется не особо интересен но в целом он мне кажется дал очень многим людям шанс там как-то раскрутиться развиваться том или направлении но если человек с мозгами то этим шансом грамотно может воспользоваться скинь через скринись я что-то на губе на блячка ну да все прокол зажил нет к сожалению только сейчас об этом говорила парфюм посоветуйте собираю так много что я не могу конкретно наверно выделить как там общаешься не ты нет не общаемся привет янчик привет 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 всем привет не скучаешь по сочи нет кстати вот меня даже не было ни единой минуточки секундочку чтобы я такая думал господи как же я соскучилась по этому городу я думала что у меня будет депрессия какая-то лютая но к счастью я пока что там где-то занимаюсь чем-то что-то делаю вот еще даже не включилась в работу на сегодня первый раз за долгое время ездила отправляла доставки ваши в общем немного если честно мысли планов но пока которых я немножко воздержусь касаемо работы я не просто везде лечу хожу по ресторанам покупаю себе что-то вот зачем фильтры так так все накачаны зачем тогда качать иди нахуй привет тебя не видел привет да вообще сто лет не виделись как ты как как твоя жизнь как здоровье как там все где же можно купить зару ничего как бы зару написали можете у байеров наверное купить я вот девочки заказывала куртку костюм которую сегодня было это все за костюм конечно колется капец как но шерстяно он типа хорошую очень вот в нем вообще не холодно но единственный момент что колется но девчонка из турции мне прислала прислала слова очень довольна красивая эффектная девушка спасибо большое кстати как вам больше нравится когда у меня вот такой цвет волос либо же черный просто черный это мне кажется я не буду сейчас цыгавить плохо это конечно он мне шел и многим женщинам девушкам он идет ну блин мне кажется такой цвет он как-то интереснее выглядит так муж посоветовать хороший парфюм не могу выделить какой-то конкретный мне нравится шаппорт классный байрэда мне нравится классные что у меня там есть килин хорошие очень много ароматов много разных интересных мне кажется знаете нужно отталкиваться от ваших предпочтений уже очень новогоднего декора спросить у бородиной она же каждый год лежат к стена на книжку написать не спросить точно точно парень кавказец или русский хороший достойный человек мне кажется национальность это такая зубкость выбирать человека по национальным каким-то признакам разве нет не боишься одна жить я не одна мы дружная компания живем я на сколько у тебя метров в груди очень красиво сто шесть триста семьдесят пять четыре чуть больше три три с половиной дорого снимается не дешево привет пупсик привет дорогая вы дружите с крыси на бухом болты нет мы не дружим ну как бы так нет нет до общаются но не дружим какие парфюмы пользуешься у меня походу самая актуальная же система да это парфюм у меня не сейчас вообще в целом юка уже устала а где родители родители у меня живут в челябинской области дачка сюда он спит хозяин квартиры кавказ 100 процентов нет девушка девушка не кавказской национальности русская женщина точнее владельца квартиры она сама здесь жила у нее так много квартир так то удобно так что дальше почему милена дома 2 она такая высокомерная не знаю мне кажется каждому человеку нужно найти подход но я так не считаю лично я с ней в хороших отношениях и в свою сторону такого не видела не могу сказать так я почаще выходе в эфир очень приятно слушать и смотреть спасибо большое я сейчас надумала вообще что у меня он заблокирован но как оказалось нет кстати знаете что я скором времени наконец таки я пойду вот сейчас мы договариваемся ищем школу среди двух школ мы выбираем буду буду учить заново петь пойду на вокал вот но и плюсом ко всему прочему я буду записывать песню я знаете нашла одну песню такую я вот знаете сколько раз пыталась включить включает и слушать типа тип хаоса мне очень нравится такой стиль музыки но я понимаю что мы с насть разговаривали как ты это слушаешь просто ну типа мои песни можно послушать у тебя депрессия может возникнуть на ровном месте вот ну нормально как бы человека но я по знаку зодиакора вы же сами знаете да кто немножко хотя бы слышал что об астрологии что мы такие самые нежные знаки зодиака знак зодиака самый нежный что мне вот нравятся всякие такие сопли тут я нашла одну песню одну и дополнительность точнее сейчас я вам включу как она называется сейчас я где-то в инстаграме и сохраняла короче там такие сопли мне вот интересно зашло бы вам такое я потому что уже на свой вкус как бы не буду ориентироваться потому что возможно не всем нравится точнее сто процентов не всем нравится то что я слушаю мне у меня будут подписчики мои фанаты фанаты моей музыки то те кто все раки короче да кому нравится это какая-то сопливая музыка сейчас просто посмотрю вот как она называется самое нежное название такое самое нежное я даже вообще не знала кто это такая что это за исполнительница только не ржите пожалуйста только не смейтесь вам слышно музыку сколько вопросов подождите простите пожалуйста там припев прикольно Слушайте У меня прям мурашка Офигенно, да? Хорошо, вот такая песня Вот такая песня Я просто такая думаю Мне же типа это нравится Но я думаю, так, в каком же направлении Вообще что писать? Что петь? Кто-то пишет хрень Вот, поэтому у каждого вообще Свой вкус на музыку Кто-то любит пострадать Кто-то любит наоборот Я слушаю абсолютно все Но вот я думала Что мне писать Вот А любви, как правило Больше всего заходит Называется Самая нежная Ну, разумеется Вот Название в студию Вот так и называется Самая нежная Видите? Это реклама получается бесплатная Мне просто проплатили Как мне вчера писали Хавать, рекламировать Всякую херню За которую тебе платят Ее тяжело тянуть будет Ну, голос как бы имеем Фонограмма как бы имеется Не, на самом деле у меня неплохой голос Но для того, чтобы прям Уверенно как бы спеть И себя чувствовать при этом Хватит мне на английском этом писать Кто-то вообще Давайте Как его удалить Что, человека заблокировала? Чтобы уверенно петь Нужно как бы иметь Хороший голос Потому что петь просто так Как бы вообще Со своим беспонтовым голосом Как поют многие Ну, простите Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует... Я вам обязательно дам контакты Если вам потребуются Потому что там тоже с этим Большие проблемы Нормального наисия На какую сумму можно хорошо отдохнуть в Сочи? Ну, что... Нужно отталкиваться от того Что в вашем понимании Отдых там, не знаю На какую ногу вы привыкли отдыхать? Вот, ну На неделю, я думаю Блин, я не буду говорить Большие суммы А то меня заклюют Кирке нравится парфюм? Нет, мне... Это, мне кажется, шнотворный самый парфюм Он уже вышел вообще из... Моды, так скажем Мне кажется, он вообще не сексуальный никакой Дом ровно красивый Спасибо большое, Катя Что кушать будешь? Не знаю Сегодня вообще, на самом деле Заказала, помните, вот этот бол С утра Хотя, блин Всегда нормальная еда Там мне принесли Его какой-то тухлый Вообще непонятный Вообще Нет, не видела Неинтересно Ты без маски Видела Спасибо большое Ну, блин Наверное, вот Что у нас за время Да такое? Привыкла к себе Такое Пока я не могу отвыкнуть Через время Я уверена Что я буду снимать Без фильтра Причем Я сейчас снимаю На 14-й Про Макс Но у меня такое качество Как будто бы Я снимаю, не знаю На Ноке 24-05 Какой-то такой есть вообще? Кто бесит На проекте Больше всех На Домин-2 Когда шла А, кто шла А, кто бесил? Меня вообще Никто не бесил Честно говоря Ну, как-то ровно К некоторым ровно Относилась Кому-то хорошо Относилась Ну, у меня В принципе Наверное Людей так мало Вообще Да вообще нет Вот, ну, сейчас Примерно Меня вообще Никто не бесит Да и вообще В целом Зачем меня бесить Я либо Общаюсь с человеком Либо он Как-то не присутствует В моей жизни И все Маникюр не поменял Нет, времени пока не было Завтра иду Переделывать Вот это вот Не делайте никогда Коричневый цвет Ну, во-первых Делайте это в проверенных студиях Это первое Кстати По поводу студий Мне же посоветовали Кто-то из вас Посоветовал студию У нас находится О, кстати Находится там Где я сейчас Сапоги покупала Случайно Вот Находится в этом ЖК Ну, где-то там Вот Я им написала Посмотрела работы Оказывается Там очень много Прикольных Людей Ходит туда Девчонок Знакомых Поэтому пойду Завтра туда Покажу вам Нормальную Надеюсь Работу А не вот Этого говно Не делайте никогда Коричневые ногти На длинных Коричневый цвет На длинных ногтях Это отслой Ты волосы Плойко выпрямляешь В целом Да, но Ближайшие там Месяца-полтора Не буду этого делать Потому что Я Осветлялась Редактор субтитров А.Семкин Не знаю Как он называется Бланш Да, Бланш Вот Это из свежих Единственное Наверное Трусарди Но он такой Не свежий Да нет Хотя достаточно Свежий Вот И так В целом Мне нравятся Более такие терпкие Ароматы Сладкие Не особо Тоже люблю Как называть Свет волос Не подскажу Хотела бы Мужи Кавказ Для меня Национальность Не имеет значения Ну, наверное С чеченцем Дагестанцем Там В том направлении Я бы не справилась Потому что И он бы со мной Справился Потому что У нас такие характеры Не сошлись бы Уверена А с кем-то там Более Обрусевшим Так скажем Вполне Ресторан Сочи Отмечать Новый год Наверное Майкале В зависимости От того Какой вы Компания Хотите Встречать Новый год Если для Молодежи То, наверное Если вам Охот В рам Тусовки Тусовки То это, наверное Дом В Сочи Вообще Мало мест Поэтому Выбор Как бы Такой Ограниченный Покажи Свои ароматы Девочки Я вам 350 раз Показывала Как-нибудь Еще потом Сниму Просто Сохраняйте И все Очень красиво Спасибо Сукачи Уже лет Ему Три год Примерно Не помню Он тоже У нас По гнеку Зодиака Рыба Ну Кто Рыба Вот Ну да Три года Исполнилось Недавно Кстати Так Я Ты бы вложила День В стройку В Сочи Да Я бы вложила Но У меня Немножко Другие Другие Интересы Другие Желания Я хочу Купить Очень сильно Машину Сейчас Я доучусь И Очень сильно Хочу Во-первых Это удобно Во-первых Это мобильно В-третьих Это Экономно Да Ну Неудобно Во-первых Ждать Такси Неудобно Ну Все Это С сумками Где-то Таскаться Беспондова Уровень Как бы Не тот Уже И возраст Тоже Шучу Вот Машина И кстати На такси Вот кто бы Что не говорил Там штраф И не штраф На такси Там по две Тысячи По три Тысячи В день Тратить Ну тоже Такое Себе Вот поэтому Поэтому собственно говоря Хочу машину Очень сильно Надеюсь Где в скором Времени Прям Куплю Вот Поэтому Я бы Обложилась Да На самом деле Очень хорошие Инвестиции Но Сказать Много Потому что Кто-то Тоже Спрашивал Я вообще Разницы Не вижу И не Так Ты про что-то Ян сходи К моей На богине Я уже Я столько Много Вопросов Отвечаю Даже Не помню Уже О чем Спрашивала О чем Говорила По телу Вообще Разницы Никакой Я не Увидела Вообще Ну В смысле Я была Нормальная Фигура Ну Где-то Может Там Ляшки Чуть Где Мне Собственно Говоря Убирали Куда Добавили В Верх Поп У меня Там В смысле У меня Была И так Попа Но Хотела Немножку И повыше Она Такая Была Такая Осталась Для того Чтобы Девочки Делать Себе Липоскультурирование Для этого Вам Необходимо Весить Я не знаю В районе 70 Минимум 80 Килограмм Минимум Вот Вы должны Прям быть С лишним весом А я Отупиться Вот конечно Такая Хочу Здравствуйте А жир Откуда Мы будем Брать А хуй Его Знают Ну Как бы Вот В общем Эту операцию Я сделала По Не знаю Идиотина Просто Ладно Хотя бы Я не просто Так знаете Под нож Хирурга Легла Заодно Как бы Нос Сделали Носом Довольно На все 100% Вот Вот Эту операцию Никому Кто там Просто Немножечко Хочет Как я Хотела Убрать Себе Вот Знаете Ну вот так Вот Когда покушаешь Да даже Никогда Я покушаю Вот тут Вот нет Живота Вот такой Блядь Не жир Даже Ну немного Вот такой Маленький Бугорочек Я хотела Вот это все брать Причем Если ты посушишься Да Если ты посидишь На диете Около Недельки Двух У тебя все будет Ну я как бы Все восстанавливаю Основные Раз Мы нос То делаем А почему бы И не сделать Это Как бы Да Ни в коем Случаю Если у вас есть Излишний вес Если у вас есть Там Живота Реально Бока Реально Из которых Можно убрать Жир Потому что Он Сохраняется Жир Там Буквально 20% Поэтому Вообще Не вздумайте Вот Ну Если у вас Такая же ситуация Как у меня Я бы хотела Вас Предостеречь От этого Я на что На бровях Перманент Да На самом деле Брови Меня сейчас Не очень удовлетворяют Потому что Они отличаются И по цвету И в целом Они у меня стали Делать перманент Со временем Он становится Немножко Выцветает И нужно делать Коррекцию Я ее не делала Около Года Годом Поэтому Цвет Мне уже не нравится Сейчас будем Перебивать Убирать Цвет Вот И делать Кем более Естественными Я на себя Когда-нибудь Была Субтитры Camry черная или белая, но лучше черная, зачем мне информация, так, Яна, как твои проколы болят, если честно, уже рассказывала, что очень долго заживают, когда планируешь покупать Mercedes или он ушел из России, не знаю, ушел ли он, наверняка есть какие-то машины, я не новый собираюсь брать, я буду брать, ну, какого-то, не знаю, не старого года, разумеется, чтобы она выглядела презентабельно, красиво и новенько, но не новую буду брать, разумеется, так, спорткласс, она на права сдала, да, ребят, сдала, но мне нужно в ГАИ еще сдать, а нос уже дышит без капель, да, нос дышит, и все нормально, так, Что за диета у тебя? У меня нет никакой диеты, не сижу сейчас, в последнее время у меня настолько в жизни какой-то баланс, не скажу, что я себе прям максимально, там, на 7 миллион процентов нравлюсь, знаете, У меня еще есть такая вот проблема какая-то, наверное, как у каждой женщины, я смотрю на себя, вот, ну, сейчас я себя чувствую, как бы, как будто бы я отекшая такая немножко, да, я не слежу вообще за питанием сейчас, ну, как бы, не стараюсь, я немножко разленилась, может, все равно, может, так все нравится, вот, ну, смотрю на какие-то предыдущие фотографии, ну, в то время я себя тоже смотрела на себя, думаю, бля, какая же я жирная, Еще смотрела на эти фотки, только думаю, ну, зерая худая какая, и вот я себя со стороны лично вообще не вижу, мне кажется, что это каприо, ну, такая крупненькая, на самом деле, нихера у меня, в смысле, ну, я стройно выгляжу, оказывается, это все всегда-то, короче, кайфуйте, жизнь одна, здравствуйте, пока, покажите, пожалуйста, ваши серьги, где покупали, у серьги, Ой, вот эту я заказывала, вместе там с кольцами, с кулонами, тоже, если нужно будет, отмечу бренд, они просто очень классные, я с ними работаю уже очень долгое время, наверное, уже лет 5-6, они мне присылают много что, заказываю, у них хороший металл, красиво все смотрится, не чернеет, ничего, очень классные украшения, ну, вот эти покупала просто, где я их покупала? Не помню, где покупала, а, просто в ТЦ я покупала, я, на сколько зарабатываешь в месяц, примерно, не знаю, у меня не, так сказать, не могу сказать, что сколько конкретно в месяц я зарабатываю, плюс-минус, ну, не, не всегда одна сумма, когда-то больше, когда-то меньше, ну, самое минимальное, наверное, там, 250 тысяч, может, ну, такое, не знаю, не веду подсчет, честно говоря, не знаю, сколько, может, нет, это самое, ладно, я не буду, нельзя, да, об этом рассказываешь, ребят, показываю нам своего молодого человека, нам безумно интересно, так, где собираешься Новый год встречать? Пока не знаю, думаем, планируем, возможно, улетим куда-нибудь, возможно, возможно, нет, не могу, пока, ни одна я решаю, короче, поэтому будет известно немножко позже, делали блефоропластику, нет, не делалось, кстати, скажите мне, пожалуйста, я знаю, что это очередной мой заем, возможно, короче, я увидела одного хирурга, у Алисии глаза она делает, вот так это будет смотреться, вот так, как вы считаете, красиво будет, ну, мне же нужно все попробовать, правильно? Это делается на время, нитями, вот так или вот так, как лучше, мне кажется, мне кажется, что это в этом есть, нет? Я не знаю, как это делается, кто-нибудь делал, посоветуйте мне, пожалуйста, точнее, подскажите, пожалуйста, скажите вообще ваше мнение об этой протибуре, интересной. О, завидная жена. Нет, у тебя белое золото или серебро? Нет, это серебро. Поэтому проколы болят, нужно золото вставлять, тогда начну заживать, нет, дело вообще не в этом, я ходила с золотом, в прошлый раз, когда я покупала, вообще ничего не поменялось, я золото, в принципе, не люблю, ну, белое золото, да, красиво смотрится, но это серебро, но это не от этого зависит, потому что я ходила и с белым золотом тоже, но какой-то в прошлый раз прокалывала. Так, привет, Яна, это как всегда супер, спасибо большое. Не делали все глаза, пожалеешь, не надо, нет, 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 ничего не делаю, все так хорошо, красиво. Нет, только не красиво, нет, не красиво. Расскажите мне, кто-нибудь делал вообще? Затый капитян, можно просто меня за нитями, ну вот, я право про это и говорю, это не навсегда, в смысле, нет, не операция какая-то. Мне кажется, я такая уже устала. Напиваешь одна? Да нет, что-то как-то нет. Что-то как-то нет. Когда замуж выйдешь? Да даже не знаю, когда позовут. Слышала, что после веси глаз, то есть, когда эффект проходит, ужасно не нравятся свои. Так, ощущение, что виши, кстати, блядь, реально. Вот это вот, ты же привыкаешь к таким красивым глазам. Это, конечно, я очень долгое время не наращивала ресницы, по мне это казалось вообще некрасивым. Одно время я нарастила себе, ходила, мне так нравилось. Опа, не, лучше так. Мне так нравилось. И теперь я вообще не могу со своими, если честно. Потому что я их один раз повырвала, и всё. Тихо, на. Вот так-то удобнее. Вот так. Что там ещё? Было бы за кого, за кого, на ком жениться. Слушайте, да. Проблема-то не в этом, я думаю. Всему своё время. Всему своё время. Знаете? Одно дело, когда вы себе некрасивые были от природы. Девочки, знаете, как сложно. Девочки, знаете, как сложно, как классно жить. Блядь, что у меня читать разучилось. Одному классно жить. Ну, наверное, большая часть мужчин так и думает. Мне кажется, в этом чате парням не место. Согласна. Подружески надо общаться. Янкин, ты работаешь рекламный магазин свой? Реклама, магазин, блог в целом. У меня много сейчас идей, которые я буду развивать. Подпозже я с вами обязательно поделюсь. Пока всё в разработке, так скажем. Я решила выделить себе время для... Всё это время, пока я жила в Сочи, я занималась в магазине. Сейчас немножко всё на паузу. Говорю же, вот сегодня только поехала отправки делать. Девчонка, потому что магазин всё равно работает. Поэтому отправки нужно делать. Раз в неделю буду делать теперь. Хочу бы на паузу сейчас всё поставить немножко. И... Попозже вам расскажу всё. Так, как относишься к Тане Мусульбезу? О! Который красивее меня? Я бы про этот Таню Мусульбез. Что? Так, хорошо, как? Нет, это что с ней... Обычно. Тебе несимметрично сделали губи с одной стороны больше, чем с другой. Точно? Ладно. С вами Касси заведите, а не парня. Конечно. Ответь коротко, стоит ставить венеры или нет? Керамические, да. Композиты никому не советую. Что думаете, что Стрелкова бросила шпи... Что? А Стрелкова бросили шпица на... В смысле? Сумаю, что Стрелкова бросили шпица на Дом-2. Да не, вы что гоните? Реально? Вы прикидываетесь? Мне кажется, они кому-нибудь отдали ребятам, кем-знакомым, своим, чтобы посмотрели. Так, да не по-дружески примерно, короче. Ян, твой мужчина русский. Ребята, хватит, хватит. Я не отвечала на любовные вопросы. Ян, перед процедурами косметическими не боишься, что могут спорить. Смело идёшь на процедуры. Ну, я не иду ни к проверенным специалистам. Не пойду никогда. Вот, обязательно к ним должен либо... Либо кто-то из знакомых ходить и дать мне свою рекомендацию. Либо жену по работам, кстати. У меня была такая... Был такой один косметолог. Она на Дом-2 сначала приезжала. Не буду назвать имён. Дабы не говорить плохо и не портить репутацию. Она приезжала на Дом-2 сначала. Поставила мне подбородок, чтобы понимали. Блин, у меня подбородок. Я вот так на камере сидела, как пингвин. У меня подбородок вот так висел. У меня ещё нет филлера здесь. Вот. Я, короче, уродка вообще выглядела ужасно. Потом что-то я рискнула. Я посмотрела её работу. Думала, ни хрена, она так классно делает. Я пошла имай Настя, чтобы вы понимали. Она нам сделала... Во-первых, она мне присылала фотографии типа до-после. Чтобы вы понимали. Там фотография до была. Самая уёбищная. Потом, которую вообще она наснимала. Фотографии типа после. Знаете, что она выставила? Она отредактировала в фейсапе. Поставила фотографии типа после. Я такая думаю, пиздец, у тебя вообще... Вообще класс, ты работаешь. Очень круто. И Настя вообще моя поставила лоб. И Настя мне начала слепнуть. День за днём. Прикиньте, она вот так вот. Когда прищуриваешь глаза, настолько плохо видишь. Она настолько ослепла. Представляете? Потом я какой-то... Который обратного действия препарат поставили. У неё уже всё прошло. Ну, короче, вообще хрень полная. Поэтому никогда не верьте. Вот прям на 100%. Если вы не слышали рекомендации реальных людей. Они просто там фотографии какие-то. Хотя, бля, у таких вот косметологов. У неё в смысле запись вообще очень сильно задолго длится. Не знаю, как к ней люди ходят. Но фотки у неё реально крутые. Но не всегда это правда, как говорится. Так, я сейчас вообще хочу найти косметолога. Написала двум клиникам. Одну мне посоветовали, другую. Я сама увидела по рекомендации девчонок. Очень классно. Они делают лицо именно кожу. Я в Москве, просто в Москву приехала. И у меня дико сушит кожу. Вообще как-то... Ой, зелёная такая маленькая. Дико сушит кожу. Вообще как черепаха вся. Лицо, я не знаю, в каких-то чешуйках. Ну, так не видно, естественно, я в этом маске. Ну, а так вообще вода, не знаю, как... Надеюсь, кожа привыкнет. Не буду рассказывать, кто вот косметолог. Не хочу вот тут портить ей репутацию. Яна, скажи сейчас в своём питании. Девчонки, мальчишки, я не придерживаюсь, честно говоря. Стараюсь слушать свой организм. Не ем много, но могу там съесть. Мы вот недавно с Анжелой ездили в ресторанчик. Посидели, я съела кутаб с крабом. Очень вкусно было, очень жирненько было. Ну, вот съела. Вот. Могу себе позволить, но я ем там один-два раза в день, но могу себе позволить что-то такое съесть. Немного, главное, ем и сушу свой организм. Вот. Так, надо водный баланс наладить, и будет вообще сказка, и массажи ходить делать. Вообще, тогда тело будет очень хорошо слушаться. Почему не идёте к мумишу? Это кто? Скажите, пожалуйста, после ленинопластики, сколько нельзя трогать нос? В смысле нельзя трогать? Не совсем поняла вопрос. Фирузи очень хороший косметолог. Девчонки, если вам не сложно, вот, ну, если вы ходили к кому-то, можете мне тоже поскидывать. Я обязательно посмотрю директ по вашей рекомендации и схожу. Чтобы другие знали. Не буду говорить. Не очень тактично, что ли, это будет. И, например, фильтры посмотреть на тебя. А я не хочу. Это немножко, это, знаете, фильтры, как-то эти. Блядь, хотела пошутить, шутку забыла. Глупенькая, конечно, такая. Многие материте в жизни, только честно. Если честно, да. Если честно, пиздец как. Я в Степиан, я в Степиан, я думаю, все, если без слов, понятно. Нет, это не она, но там тоже интересная история, мне кажется. Я не нахожу вообще язык с моей знакомой по работе. Она завидует и так далее. Чувствует напряжение, обидно. Знаете, наверное, когда ты во взрослом возрасте, да, ну, ты можешь как-то это не обращать внимания. Ну, зачем вам? Что вам кому-то доказывать? Ей, чтобы она к вам относилась лучше, не завидовала. Ну, для чего? Лейла. Лучшая в Москве, она ты будешь ей благодарна вечно за... Обязательно. Почему вы вернулись в Москву? А, да, я не рассказывала. Ну, как бы вам не нужно кому-то что-то заказывать, поэтому зачем вам менять ее мнение о себе? Менять человека, ну, не стоит. У меня, знаете, вообще в школе была такая ситуация, и у меня папа уже военный, и мы переезжали в другой город. Это закрытый город, военный, так вот, я пришла в школу в каком-то там девятом, десятом классе учиться, переехала. Ну, это такой возраст, когда дети такие очень жестокие, да, вот. Вот, и меня мама всегда очень хорошо одевала, там, независимо от того, сколько было финансов, на меня мама никогда не тратила, не жалела денег. Мне, грубо говоря, там, насколько, в 18 лет покупали там норковую шубу по 200 тысяч, да. Ну, хотя у меня родители, как бы, ну, обычного достатка, как бы, да, но мне покупали всегда все самое лучшее, реально. Вот, я ходила там в меховой чулетке за 30 тысяч, коротенький такой. Знаете, там лисички-то вот столько, у нас, как бы, немало стоило, но никто в такой одежде не ходил, как бы, знаете, в школе. Меня ненавидели учителя, меня ненавидели, когда я только перешла, меня ненавидели ученики, чтобы вы понимали. У меня всегда была такая фигура, у меня была очень тонкая талия, ну, и в соотношении с жопой. Вот, и меня выделялось очень сильно попа, у меня раньше грудь была, в смысле, большая, ну, по сравнению, там, с тем, какая она стала после того, перед тем, как я ее сделала, вот. Вот, и что вы понимали, ну, как бы, все это мне не разрешали носить лосины, когда другим девочкам разрешали, потому что якобы на меня они слишком волигарно смотрелись. Это первый момент. Потом, короче, обо мне писали там на первом этаже какие-то плакаты, блядь, делали с оскорблениями. Я там плакала, домой приходила, со мной никто из класса не общался, что вы понимали. Ну, это первые полгода, когда я перешла в школу, ну, первые 4-5 месяцев, вот, я в другом городе, меня вот так трясет, я плачу. Я гуляла, чтобы понимала, только с мальчиками. Со мной дружили только мальчики из моего класса, мы гуляли там туда-сюда, вот, и девчонки со мной не дружили. А старшеклассницы какие-то там, что-то с козниками строили, там, всякую херню писали, там, мой папа ходил разбираться, это вообще просто. Вот. И сейчас-таки я натыкаюсь, ну, из своего класса, из другой школы, из другого города, в котором я училась. Я общаюсь вообще с одной, ну, так, плюс-минус общаюсь, иногда переписываю с одной девочкой, она классная. Вот. А вот в другую школу, когда я приехала, хотя мы в нашей школе были такими прям заводилами, ну, как бы с нами все дружили, мы такие прям самые первые везде были в классной компании и так далее. Когда я пришла в другую школу, для меня это вообще сильно очень стресс был, меня там не любили все, завидовали конкретно. Но вот я сейчас это понимаю, да и тогда я это понимала, они красились, потом я уже выяснила, девчонки рассказывали. Я красила, знаете, вот здесь вот глаз, ну, я не знаю, где я так научилась, вот здесь черным глаз, а тут белым, получается, вначале. Они так же красятся, как я стали, понимаете, повторяли там что-то и козни вот строили. У меня было дико плохо, дико неловко, но... И учителя причем ненавидели, и всякие козни строили, ну, не козни там всякие, я на отлично напишу что-нибудь, они специально мне занижали оценки, короче, вот такая херня. И вот я ведь прошла через такое. Ну, это делает нас только, мне кажется, лучше, и вот к чему я это веду. Сейчас как-то это более, мне кажется, популярное было. Сейчас расскажу, я почитаю сейчас. Сейчас это, мне кажется, по-другому как-то переносишь, да, но в детстве это достаточно сложно. Вот, ну, я смотрю на тех девчонок, ну, когда-то там попадаются где-то в знакомых, в общих и так далее, кто вот как раз-таки это делал. Думаю, смотрю, думаю, блядь, так нельзя говорить, но я скажу, где ты, где я. Вот, ну, сейчас, как бы, знаете, я это отчетливо понимаю. Вот так, вот так жизнь наша справедлива. Какая зарплата на Доме-2? Сейчас я не в курсе. Раньше была от 80 до 150 в зависимости от рейтингового участника. Женская зависть. Я, Настя, как познакомились. Мы были, сидели в ресторане где-то, я со своей компанией, Настя со своей компанией, там, с девчонками. Вот, у меня что-то сейчас начали разъезжаться у нее. И мы на выходе зацепились языками, бла-бла-бла, сидели, выпивали, танцевали, вдвоем остались. И вот до утра болтались, сидели. И, собственно говоря, так начали общаться, общались, общались. Потом вот я долгое время, мы на расстоянии общались, потом я к ней в гости прилетала. Потом вот ушла с Дома-2, переехала. И, собственно говоря, так начали дружить. И сблизились. Господи, скучаю, пипец как. Вообще, это то, что в школе была одна общая форма. Вообще не понимаю особенно отношения преподавателей. Ой, на самом деле, вот, с детства, насколько сильно детей внушают, вселяют дети, неуверенность. Те же самые учителя и дети, учителя, ну, вообще, жен... Ой, это женская группа. Вот именно время школьное, на самом деле, насколько взрослые даже люди вот того времени, они настолько глупые, настолько неумеющие, не понимающие то, что они действительно своими, вот, как даже они говорят многие, я думаю, не только у нас в школе это было. Да ты ничего не добьешься, кем ты станешь, будешь там где-то продавать там арбузы где-то непонятно где. Ты, блядь, ну, я понимаю, да, что учитель-то молодец, это хорошая профессия, но ты получаешь 10 тысяч рублей. Ты что сидишь рассказываешь? Ты никем не станешь. Камон, блядь. Как бы сейчас человек, который продает арбузы, зарабатывает намного больше. Никем не станешь. Ну, то есть, я не сравниваю ни в коем случае. Каждая профессия важна, каждая профессия нужна. Ну, как бы, вы с детства, блядь, вселяете детям такие комплексы. А, представляете, я училась, это вообще был трэш. Я же училась до пятого класса в православной школе, и, короче, у меня учительница такая, она ёбнутая тоже была. Она всех детей, одного мальчику долбила указкой по голове, указка сломалась. Это просто трэш. Мне, я сидела, я так нервничала, до пятого класса была таким лохом Петровичем в плане того, что я очень сильно боялась всех. И потом мы перешли в другую школу, и я стала нормально. Ну, типа, научилась разговаривать, отставить своё мнение. Эта учительница, прикиньте, я стою, стих рассказываю, так переволновалась, живот крутит, голова кружится. И там было так душно, у неё была зима, и было так жарко от этих, от печек всяких. Я стою, у меня голова кружится, и начала в оморок падать. Она говорит, ты всё врёшь, это всё неправда. Я стояла, представляете, в таком предвоморочном состоянии, рассказывала стихотворение. Я думаю, вот это приехали. Сейчас просто со временем вспоминаю вот это всё, думаю, это вообще просто трэшак. Так, короче, вот так, как маму редко видишь, разговариваю через день, каждый день, но видимся не так часто, к сожалению, как бы этого хотелось. Как вы делали себе подбородок? Девочки, я ставила подбородок, да, совсем немного, но у меня уже давно рассосался. Правда, матка, приятно, ты была самая лучшая, но почему-то твои одноклассники говорили иначе, что ты была помпушкой. Причём здесь это? Причём здесь помпушка и самая лучшая? Может, я была самая лучшая помпушка? Нет? Ахаха, да. Все разные, надо вообще всем общение и остальное совпало. Касковую девушку. Я сама считаю про себя. У меня просто такая, внешность, мне кажется, непонятна, на какую национальность я похожа. А у нас училка мальчику двойку ноутбу написала, у него дневника не было с собой. Блядь, какие же ебанутые бывают, простите, самую французскую. Это обидно, что женой депутата я и не стала. Ха-ха-ха-ха. Блядь, это так слышно. А так хотелось, какие были шансы. Ха-ха. Покажи, а чё? Он просто спит, ребят. С помощью кубратору можно поднять брови. Вообще ботоксом знаю, что поднимают, но я не в курсе. Я не в курсе, не знаю, сколько подбровок вставили. Не помню, девочки. Это было давно, не помню. Оглы челюсти делала? Нет. Я не делала, потому что у меня лицо круглое, и из-за этой процедуры я делала. Но я их сразу же убрала. Буквально через два дня делала. Ставила обратный этот, обратный препарат, чтобы у меня всё это ушло. Потому что у меня лицо стало вообще квадрат просто. Просто говорит, что была вся такая идеальная. Я не говорю, что я была идеальная. Все мне не идеальны. Я говорила, что такие были ситуации. Я была в отношениях. У меня в личной жизни всё хорошо. Я, знаете, пока меня не позовут замуж, пока у меня не будет кольца на пальчике, я не буду рассказывать о своих там каких-то личных отношениях, личных отношениях, каких-то отношениях прям так открыто. Нарёщенные волосы. Нарёщенные... Блядь, что у меня с речью? Нарёщенные волосы. Портят ли свои? Отчасти, да, они настолько сильно возможны, но портят. У меня лично вот в этих зонах, за счёт того, что я делала высокие хвосты, затягивала, волосы здесь очень тонкие, у меня очень сильно обломались и обломались так, что у неё с корнем вы вышли. И вот такие вот пробелы были. Представляю, почему пошли не к доктору Виктории. Вы же у неё уже были. Доктор Виктория, это кто? Так ты и с миллионами можешь пристречаться. Так-то да. Какая ты умная-то. Так, какие у вас тени? Тени у меня Диор. Кстати, раздала, отдала, выкинула все свои тени, всю косметику. Вот оставила для себя маленький наборчик, там, одни тени оставила, реально Диор, одну палетку, все остальные отдала. Чё-то там, тоналку, пару штук, и всё. А, ну и вот подводку для бровей, румяной, и эту. Вот. Решила от всего избавиться. Надоела жить в Сочи. Надоела, да, поэтому переехала. Девочки, зачем вам замуж? А, девочки? Бывало, что попал мужчина, кто нравится тебе, и ты ему без причин не объяснишь? Бывало, что попадал мужчина, который нравится тебе, и ты ему без причин не объяснишь? А, пропадал, и он попадал. Бывало ли такое? Что-то я не могу вспомнить. Ну, наверное, когда-то давно, возможно. А я, наверное, потом написывала ему, где скотина? Он меня любит просто, у него там проблемы, там случилось что-то. Пидорас он просто, пидорас она. Скажите, пожалуйста, на слезную бороду сделали? Нет, я не делала. Мне кажется, это одна из самых страшных каких-то процедур. Лучший ресторан в Сочи, маманька Ле. Ну, по моему мнению, без лишних вопросов, такая красивая. Спасибо, котик. Что краснеешь? Не знаю, что-то покраснело, да? Расскажи, почему надоело в Сочи жить? А то мы собираемся доехать на ПМЖ. На самом деле, ну, если у вас есть ребенок, у вас есть семья, и вам там хочется спокойствия, то этот город вам для вас прекрасно, вам очень понравится, и вам прекрасно подойдет. Но в моем случае мне стало мало места. Мне хочется чего-то интересного, чего-то большего. возможно позже, но пока вообще в Сочи не хочу. Даже желания нет туда ехать. Классная рубашка, тебе идет очень этот цвет. Спасибо, девочки. Будешь наращивать волосы? Ну, пока не планировала. На светленые волосы еще наращивание, это мне кажется очень сильно. Так. Есть бывшие златоусте? Нет, ни с кем-то не встречалось. У меня был мальчик, с которым я за ручку ходила когда-то там. Он он уже не живой просто. Так. На доме выглядело лучше. Спасибо. Коры или удлиненные? У меня обычная кора. Прямая. Вы в центре Москвы живете? Нет, я живу не в центре Москвы, я живу в районе Москва-Сити. Это не центр считается. Какие процедуры делаешь для волос? Ботокс-кератин? Нет, не делаю. Вам не советую. Да, но я живу в сердце столицы. Ян, как эмоционально себя взбодрить? Не знаю. Сходите сделать что-нибудь приятное для себя эмоционально. Не знаю, я поднимаю себе настроение, как-то заряжаюсь. Лишь там, я не знаю, иду на спорт, что-то себе покупаю, балую себя, хожу, я не знаю, в театр, куда-нибудь, в кино, встречаюсь с друзьями, лечу, отдыхать. Как бы классно будет куда-то полететь, да? Осталось две минуты, чтобы разговор должен закончить. все у нас, представляете? походу разговариваем. Самые долгие отношения. Все мои отношения были самые долгие по два года. По два года представляется, и все. Какие-нибудь маски, ампулы для роста волос. Нет, для роста волос ничего не использую. Ладно, ребят, давайте, спасибо вам большое за прямой эфир. Мне очень было с вами приятно поболтать. после буду обязательно заранее вам сообщать, когда буду прямой эфир проводить. Буду стараться чаще сюда находить. Все, всем пока-сики. Всех люблю, всех целую.